Друзья, добрый день, на связи Максим Петров, рад приветствовать вас на канале MaxCapital, на котором развиваем инвесторское мышление и говорим о том, как инвестировать в эти непростые времена. Вообще вопрос инвестиций – это очень большая, глубокая тема, и в последнее время, читая комментарии, которые вы оставляете, создается впечатление такое, что меня почему-то считают, что я против инвестирования в недвижимость. И вот в сегодняшнем видео хотелось бы поговорить о недвижимости, потому что у меня в портфеле есть недвижимость. Просто другой подход использую к тому, что я смотрю непосредственно, когда я смотрю на недвижимость. Смотрите данное видео до конца, если вам интересно мое мнение. По поводу недвижимости, смотрите, друзья, я не против того, чтобы иметь недвижимость. Просто недвижимость бывает разная. Недвижимость бывает производственная, недвижимость бывает рентная, недвижимость бывает, которая обеспечивает некое такое проживание. Когда я говорю про недвижимость, я против недвижимости. Мы пришли к тому, что злом является леверидж, и вот именно разгон цены на недвижимость, то есть то, что она достигла таких высоких значений, является опять-таки, во-первых, развитие кредитования. Во-вторых, получается, у людей не было других альтернатив, то есть дисбаланс спроса и предложения. Цена очень сильно выросла, потому что был спрос. Но при этом я не против производственной земли. Я не против производственной площадки, если вы действительно понимаете, какое производство вы организуете, поставите и будете производить, создавая прибавочную стоимость, если мы рассматриваем в данном случае недвижимость как элемент природных ресурсов, которые используются для создания прибавочной стоимости. Я не против сельскохозяйственной земли, которую мы опять-таки используем для того, чтобы производить пшеницу, производить подсолнечник, из которого можно сделать масло, муку, комбикорм, вырастить крупный рогатый скот, птицефабрику построить, поставлять, чтобы создавать прибавочную стоимость. Потому что лично я выбираю второй вариант сельскохозяйственной земли. Почему я это выбираю? Потому что я помню 1998 год, когда то, что происходило в экономике, было гораздо болезненнее даже то, что происходит сейчас. То есть когда доллар вырос в 4 раза, нужно понимать, что стоимость импорта выросла в 4 раза. Когда люди, которые держали депозиты в рублях на банках российских, банки обанкротились. Я помню, что тогда небольшой участок, казалось бы, это был в Богучаре, в Воронежской области я жил, да, и небольшой участок он кормил. И это была постоянно такая поговорка моей бабушке, да, что сейчас один день год кормят, вот так вот произносилось. То есть никакого отдыха, да, мы ездили там, сажали картошку, окучивали, жуков травили. Ну вот мои ровесники, наверное, согласятся, они помнят еще эти времена. Люди, которым сейчас там 20-25, скажите, вы вообще когда-нибудь на картошке были, знаете, как она выглядит, как она растет, как она выращивается. Мы все это покупаем. В какой-то степени продовольственная безопасность в том числе. Люди будут хотеть есть всегда. Поэтому это вот некая такая философия, да, я тоже об этом говорил, когда вот такие непростые времена, турбулентность происходит. И говорят, Максим, что нужно делать? Я говорю, делать нужно, вкладывать в мозги, вкладывать собственные знания. Причем такие знания, которые нужны будут всем и всегда. Опять же, пример приведу, что у нас были знакомые, у которых в нескольких поколениях были стоматологи. Советский ли Союз, время перемен, да, кризис 98-го года, жировые годы нулевые, да. Сейчас три человека выросли в поколение стоматологов. Начиная от их деда, отца и дочерей. Они все владеют, соответственно, знаниями стоматологами и получают деньги. Исходя из этого, я смотрю сейчас на сельскохозяйственную землю. Для меня, если говорить, на что стоит обращать особое внимание, потому что я говорю, что будет, в принципе, непросто. Но я лично еще в 2016 году была сделка по процедуре банкротства. То есть был человек, который просто собрал землю, паи у крестьян, перевел, выделил это в отдельные земли сельхозназначения, в отдельные большие участки, блоков участков. Получил эти земли, провели оценку кадастровую, поставили на учет, под залог этой земли взял кредит и убежал с деньгами кредитными. Соответственно, вот банк забрал землю. Было до этого проведено несколько аукционов, никого эта земля не заинтересовала. Я купил землю, и нужно понимать, что с 2016 года по 2022 она фактически там стояла никому не нужная. Я просто платил налоги. Сейчас, соответственно, сдано в аренду. Порядка 950 гектаров башни. Я рассказываю свою историю, как я это непосредственно сделал, и что вы можете сейчас сделать. Смотрите процедуру по банкротству. Смотрите объекты, которые выставляют банки, которые реализуются. Возможно, их меньше стало. Второе. Посмотрите рентную доходность. Потому что это вторая нефть, назовем это так. То есть, если нефть, энергоресурсы, есть какие-то поставки, возможные поставки со стороны Соединенных Штатов Америки. Они могут это обеспечить в ту же самую Европу. То, когда мы говорим про продовольственную безопасность, мы должны понимать, что все земли в Америке обработаны. То есть, там практически нет свободных серхозземель. А в России достаточно. И это к вопросу, опять-таки, собственный гектар. Что на нем можно производить? Сам я смотрю это в меньшей степени. То есть, я сейчас это сдал в аренду. Но при этом для себя я понимаю, что в самом худшем случае, даже если вообще прям по какой-то апокалипсису произойдет, будет какой-то кусок земли, который будет кормить, который можно элементарным бартером обменять на то, чтобы получить какую-либо другую ценность, которую можно непосредственно произвести. То есть, для банка сельскохозяйственная земля – это вообще не ликвид. То есть, почему преимущество и почему смотреть именно в этом направлении? Потому что, когда земля изымается, с одной стороны, очень высокий риск, с другой стороны, возможность. Чем она обусловлена? Она обусловлена тем, что если банк изымает квартиру в каком-то жилом комплексе, тем или иным образом она обладает хоть какой-то ликвидностью. Ну, хоть какой-то ликвидностью. Мы должны понимать, что, в принципе, на 3-40% от рыночной цены в самом критическом случае, то есть, банк же, он как? Он же проводит несколько этапов торгов, выставляет близко к рыночной цене, потом понижает, 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 понижает. И когда мы говорим про недвижимость и про торги, люди, даже обычные люди, которые этим занимаются, то есть, в торгах тоже там очень много курсов по этому поводу проводилось 4-5 лет назад и сейчас, наверное, даже проводится. То есть, люди приблизительно оперируют, да, они могут участвовать в торгах. И для простого человека, для него даже понятно, купил квартиру, да, и перепродал ее. То есть, сделал там ремонт какой-то, может, даже без ремонта, просто перепродал по рыночной цене. Здесь история немножко другая, да, в чем заключается и плюс, и минус. Ликвидность. То есть, вот я вам сейчас говорю, возьмите, купите 1000 гектар. Что вы мне на это скажете, Максим? Блин, ну ты что вообще там головой, а стол треснулся свой зеленый? Что я буду с этой землей делать? С 1000 гектаром? Да, даже с одним гектаром. Надо же знать, что делать. И должна быть готовность делать. Поэтому это к вопросу о том, что здесь можно получить очень хорошую цену. В моей ситуации, получается, цена, по которой произошла фактическая покупка от кадастровой стоимости, была полпроцента. И в моем, опять-таки, случае получается, что с одной стороны был достаточно большой участок, с другой стороны, я от кадастровой стоимости заплатил полпроцента. И надо мной на протяжении там с 16 по 22 год, это получается практически 6 лет, висел некий такой домоклов меч, я налогов просто заплатил больше, чем цена, по которой я купил данную землю. И риск как раз-таки в этом заключался, что покупке земли соответствовал риск, что я сам этого не знаю, я сам этого не понимаю, я не знаю, что с этим делать. Ну, как называется, чемодан без ручки, и выкинуть жалко, и ничего ты с этим не сделаешь. И риск, что выкатят штраф за порчу земли, и, соответственно, еще и изымут ее. Но, соответственно, повезло, то есть удалось сдать в аренду, а сейчас вполне реально сдать в аренду, если этим озаботиться. Но итогом, опять-таки, является, что даже если мы от кадастровой стоимости берем, сдаем ее за 2% от цены кадастровой, более или менее адекватный сельхозпроизводитель, он скажет, «Блин, это офигенная цена для меня, для меня это очень дешево». Но при этом, если я взял за 0,5% от кадастровой стоимости, а сдал за 1% от кадастровой стоимости, то у меня редная доходность ежегодная составляет 200%. Сумма в абсолюте была не очень большая, которая тогда не представляла для меня разночительного риска, и поэтому в это пошел. Поэтому я говорю про саму схему, каким образом это использовать. Сейчас для меня в какой-то степени это является и безопасностью текущей ситуации, потому что я понимаю, что в критическом случае, если что-то произойдет, то земля есть. На ней можно вырастить подсолнечник, на ней можно вырастить пшеницу. Мало того, территориальное расположение очень близко находится 2 границы, даже 3 границы. 3 границы находятся рядом, и я могу, соответственно, ну не я, а человек, который арендует, может поставлять продукцию, которую производит непосредственно на экспорт. Если человека этого не станет, но в конце концов она будет обработана, это будет уже не просто земля, это будет пашня. Пашню можно найти работника, платить ему деньги, и просто которые будут это обрабатывать. Поэтому это к вопросу не о том, что я говорю, что плохо делайте, как я, я говорю схемам. Я говорю возможности, которые есть. Возможности кроются как раз таки в том, что из-за неликвидности и для банка, и для других лиц в этой плоскости практически нет покупателей. А когда мы говорим про фермеров, они на самом деле, можно тоже сказать, что они кто-то, да, кто-то смотрит в долгую, и они надолгую собираются брать, кто-то старается арендовать землю, и каждый по-разному. Кто-то просто ее использует, кто-то, соответственно, за ней непосредственно ухаживает и в будущем готов выкупать. И поэтому это схема, да, на которую стоит обратить внимание, и не стоит ее отбрасывать со счетов в текущий момент. Потому что это действительно хорошие возможности, которые могут быть с сопоставимыми рисками, да, то есть чем выше потенциальная доходность, тем выше риск. Я вам рассказал, с какими рисками я столкнулся на протяжении шести лет, с какими расходами я уже столкнулся. Но в итоге, как говорят в инвестициях, и Баффет говорил, да, ключевым является терпение. Потому что я заходил не один со мной, был партнером, постоянно как бы, а вот покупатель есть, который готов заплатить нам в три раза больше, чем вы вошли. А вот появился покупатель, который готов заплатить в четыре раза больше, чем мы зашли. То есть у человека было понимание, представление, что он может заработать 400%, если продать. Но при этом я понимал, что здесь надо просто подождать, да, вопрос элементарного времени. И терпение, что называется, окупилось. Как будет дальше, я пока не знаю. Но сама схема, сама логика мышления, то есть здесь идея данного видео заключалась не в том, чтобы сказать или показать, какой я умный. Здесь, опять-таки, когда мы говорим о том, что на канале мы развиваем инвесторское мышление, показать, каким образом нужно думать, именно оперируя такими понятиями. Это, опять-таки, подход того, что будьте там, где нет людей, будьте там, где нет толпы. Когда я смотрю на рынок жилой недвижимости, да, какое количество там непрофессионалов, какое количество там толпы, что там происходит и какой там ажиотаж, я стараюсь просто держать подальше и просто подняться чуть-чуть повыше и посмотреть, а где вообще никто не ходит. Где люди, которым вообще ничего это не интересно, потому что там именно есть такого рода возможности. И сейчас таких возможностей будет становиться все больше и больше. Сейчас все больше и больше каких-то панических настроений. Сейчас очень много иррациональных действий в поведении людей. Это касается и продажи недвижимости в том числе, и продажи автомобилей, бизнесов. С бизнесами могут быть точно такие же истории. Может быть, хороший, качественный бизнес. Это тоже одно из направлений, которые я для себя рассматриваю в настоящий момент. Потому что люди просто уезжают, боятся. И они могут хороший, эффективный бизнес продавать. Поэтому, ребят, есть хорошая поговорка. В будущее нужно смотреть с надеждой, а мы смотрим со страхом. В прошлое нужно смотреть с благодарностью, а мы смотрим с сожалению. Я призываю в данном видео смотреть в будущее с надеждой, а в прошлое с благодарностью. Тогда изменимся и мы, и наше отношение к текущей ситуации станем более спокойными. Ну, а чтобы вам еще больше добавить спокойствия, у меня есть целый вебинар трехчасовой, на котором я рассказываю, когда примерно закончится кризис. В том числе я рассказываю там и про землю, сельскохозяйственное значение, мои подходы, мои выводы, как я собираюсь поступать, риски закрывать. Ссылка под данным видео. Проходите, смотрите. Рад буду услышаться, увидеться, ответить на ваши вопросы. У меня сегодня на этом все. На связи был Максим Петров. До свидания. Пока-пока. Субтитры создавал DimaTorzok